В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Это просто некое племенное ополчение, называют их Сирийская Свободная Армия. Но это те племена, это ополчение тех племен, которые так или иначе ориентируются на Турцию. Так вот, значит, эта коалиция протурецкая, она вбила такой северо-большой клин между двумя курдскими территориями. Хотя все время Эрдоган говорил, что мы боремся с ИГИЛ. Действительно, раньше этот клин контролировал ИГИЛ. Значит, 100 километров основания на сирийско-турецкой границе и дальше таким клином. И острие этого клина упирается в город Аль-Баб, ворота. Это действительно ворота к внутренней Сирии. Но дело в том, что одновременно к Аль-Бабу подошли с юга войска Асада, а с востока, с северо-востока, курды. И теперь там, неподалеку, в пригородах этого, значит, Аль-Баба, сошлись клином три силы. С севера турки и протурецкие боевики, с севера-востока курды и с юга войска Асада. А ИГИЛовцев там уже вообще нет, их оттеснили теперь. И получается интересный вечер. Эрдоган все время говорил, что мы, значит, вот боремся с ИГИЛ, и мы вообще готовы идти на Раку. Оттуда кратчайший путь по правому берегу Ефрата на Раку. Но теперь, значит, для того, чтобы дальше идти на Раку, курду Эрдогану нужно начать воевать. Либо с Асадом, то есть с нашим союзником, либо ему нужно начать воевать с курдами, да, то есть с союзниками Вашингтона. Потому что иначе он не может пробиться к Ефрату для того, чтобы по берегу Ефрата выйти к Раке. Но по большому счету, вот у меня, например, есть такое подозрение, что Эрдоган никогда вообще не собирался ни в какой битве за Раку участвовать. И весь этот, так сказать, бесконечный звон про то, что давайте мы возьмем Раку, мы готовы вместе с американцами, а можем вместе с русскими, мы, да, вот, давай. Ему эта Рака, как мне грешному кажется, вообще, так сказать, по барабану совершенно. Простите, мой французский. Вот, а весь этот звон пропагандистский был нужен для того, чтобы вклиниться, разделить два курдских анклава, да, и самое главное, ему еще нужно уничтожить плацдарм курдов, которые они себе сделали на правом берегу Ефрата, опорным пунктом является город Манбидж. Вот, что на самом деле Эрдогану нужно, потому что, если он сумеет взять Манбидж и вытеснить курдов на левый берег Ефрата, у него появится в Турции, в Сирии, своя зона влияния. И он сможет уже сидеть за столом переговоров, так сказать, не просто так, с краешка, понимаете, да, значит, на табуреточке, на откладном стульке, а как совершенно полноценный, так сказать, участник переговоров, у которого в Сирии есть на земле, как бы, своя сила, свои войска, и у которого есть плацдарм обширный, который он прочно контролирует и удерживает. Но курды являются союзниками Вашингтона. И, конечно, просто так атаковать Манбидж, который является городом, который, собственно, курды и взяли при поддержке американцев, Эрдогану вряд ли дадут. И появились уже сообщения, что американцы срочно перебросили в Манбидж какое-то количество своих военных советников. Не для того, естественно, чтобы воевать с турками, а для того, чтобы турки, зная это, не наносили удары по Манбиджу, потому что они понимают, что если они будут убивать американских военных советников, то, так сказать, понятно, что результат будет для них печальный. Короче говоря, вот эта интрига, которая на севере Сирии развивается сегодня, она, так сказать, в полном разгаре. Это при всем при том, что там и на юге, на границе Сыордании продолжается разного рода бурление. И провинция, и Дли по-прежнему остается под контролем боевиков. Короче, я думаю, что в сирийском вопросе нас еще ожидает много интересных и неожиданных новостей.